Энтони, а феникс – это же финики на английском, да? Какие финики, Настя? Мы в пустыне, здесь ничего кроме кактусов не растет. Доброе утро, друзья! Орел и решка перезагрузка берется за Аризону! И, кстати, Настюша, я очень не завидую здесь бедной ведущей, ну, тебе, потому что в Аризоне днем жарко, ночью холодно, расстояние огромное и до Гранд Каньон, ради которого все сюда приезжают, сможет добраться только человек с золотой картой. И я объявляю битву за Гранд Каньон! Принимаю! К оружию! Орел! Решка! Привет, Аризона! Смотри, я сейчас ухожу, а ты красиво, протяжно, очень поэтично кричишь «нет» и твое «нет» разносится по пустыне, резонирует кактус, поняла? Как койот. Короче, давай. Нееет! Аризона необъятна. В прошлый раз мы, можно сказать, только надкусили ее. Вот какая красота! А сейчас распробуем полностью. Мы пройдемся по мосту, который построил сам дьявол. Это прям жуткое зрелище. Увидим метеорит, который ворвался к нам из космоса. Запустим ядерную ракету. Найдем снег посреди самой жаркой пустыни. Аризона! Это открытие года. И воспарим, как орел над восьмым чудом света, большим каньоном. Путешествие по Аризоне – это большое приключение. И для этого нужна большая машина. Мне нужна машина больше, чем эта и больше, чем эта. Немного маловато. Что ж такое, а? Это же перезагрузка. Мне нужна тачка больше, чем у Жени Синельникова в прошлом выпуске. А вот и он – мой железный конь. Салют. Бери вот эту. Это самая большая и точно больше, чем у меня была. Спасибо, бро. Классный он все-таки, чувак. Шевроле Сабурбан – это американская легенда. Этот супер-мега-джип в длину целых пять с половиной метров, а в ширину целых два метра. Да это же смарт-квартира на колесах. В Штатах на таких гигантских тачках ездят агенты ФБР и полицейский спецназ, который возит и сопровождает президента Дональда Трампа. Мне кажется, что после месяца вождения такого автомобиля в танковое училище должны принимать без вступительных экзаменов. Ты смотришь на всех свысока. И что самое главное в этой машине – здесь не хочется ездить быстро. Ты просто спокойно едешь и понимаешь, что ты главный на этой дороге. Все. Три года назад Женя и Андрей прилетели в аризонскую провинцию городок Пейдж. Надо только решить, кто из нас будет индейцем, а кто будет ковбоем. Кто полный майдаха, как говорится. Пейдж – это богом забытое место на диком западе. Город настолько пустой, что это реально, как в американских фильмах ужасов. Пришли зомби, всех съели. Перезагрузка решила начать свое путешествие по Аризоне со столицы штата – города Феникс. У меня здоровенная машина и безлимитная карта. Поэтому я проеду Аризону с юга на север. И по дороге соберу все самые интересные места. А у меня другая задача. Я докажу, что бедность – это не порог. И бюджетный турист тоже может быть смелым, ловким и умелым. Я соберу все самые интересные места в окрестностях Феникса. Поверьте, здесь чудес не меньше. Так что погнали! Феникс – город не туристический. Но здесь почему-то позаботились о бюджетных туристах лучше, чем в Париже и Лондоне. Чтобы люди не разорялись на такси, власти города потратили 2 миллиарда долларов и проложили скоростной монорельс «Скай-трейн», который бесплатно везет до станции метро. А оттуда всего за 2 доллара можно попасть в центр столицы. Слушайте, так «Скай-трейн» – это еще и бесплатная экскурсия по городу. И можно прямо с порога познакомиться с красотами Аризоны, пустыней и горами цвета булочки с корицей. Как красиво, как мне нравится. Слушайте, ну круто! Здесь все так вкусно! Прям ух! Итак, что мы знаем о Фениксе? Феникс – это столица одного из самых богатых штатов Америки. А все почему? Потому что здесь есть медь. Почти всю медь для США добывают в Аризоне. Если бы Аризона была бы отдельным государством, она была бы круче Норвегии и Дании. Есть легенда, что Феникс назвали в честь огненной птицы. Потому что он находится словно на раскаленной сковородке. Прямо посреди пустыни. Это нам повезло, что мы прилетели зимой. Здесь максимум днем температура достигает 30 градусов. А вот летом доходит до плюс пяти-десяти. С ума сойти! Феникс, конечно, городок достаточно милый, но много времени мне на него тратить не хочется. В конце концов, я в Аризону не ради Феникса приехал. Потому что здесь все самое красивое находится за городом. Чтобы совесть была чиста, прежде чем уехать из Феникса, я решила посмотреть, что тут есть. Церковь. Театр. Муниципалитет. Одно из красивейших зданий Феникса. Вон даже звезда горит. Вот, пожалуйста, Капитолий. Ну и куда же без краеведческого музея. А еще на горе Саус Маунтин есть смотровая площадка, но туда нужно ехать на автобусе. Значит, 4 доллара за тикет. Оказывается, ребята, за 4 доллара я купила проездной на весь день. Я уже испугалась, что разовый проезд стоит так дорого. А нет, 4 доллара и катаешься весь день. По-моему, очень даже выгодно. Спасибо. 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 Настюшка Ивлеева не ищет легких путей. Ух ты же ёлки. Иголки. Ничего себе. Спасибо, Феникс, за то, что даешь возможность увидеть еще старенькую одноэтажную Америку. Говорят, что Феникс можно посмотреть за пару часов. Что ж, я справилась за три. А теперь к настоящим приключениям. Ну типа я это пуф и такое, да. Американцы жизни своей не представляют бездорожных путешествий. Они их называют роутрипы. А все потому, что Америка невероятно красивая страна. И достаточно просто взять машину, выехать на трассу и любоваться. Вот ты крутишь головой, везде красоты, везде красиво. Каньоны, каньоны, каньоны. Но это очень красиво. Но самые живописные места, конечно, лучше рассматривать не на ходу, а делать остановки. Моя первая остановка – национальный парк Ред Рок и его знаменитый мост дьявола. Фух, я не знаю, как мост, но тропа – это значит дьявольская. Вот реально, черт ногу сломит. Блин. Ааа, чуметь. Моща, моща. Вот как можно поверить, что этот мост создала природа? Мост дьявола построили самые крутые архитекторы на земле. Ветер и вода. Как им удавались такие шедевры, показал в прошлый раз Женя Синельников. Это песок, дождь, который периодически идет. А потом ветер за миллионы лет убирает все лишнее и получаются вот такие вот отдельно стоящие горы. Это прям жуткое зрелище. Снимаем быстрее, Артем. Ну все, прощай, Феникс. Да здравствует мое сто-долларовое приключение. Ну, а сначала нужно запастись дешевой едой. Что делает бюджетный турист? Правильно, берет самые дешевые сосиски. 8 штук за доллар 28. Мне подходит. 88 центов. Хлебобулочные изделия. От кукурузки отказаться грешно. И тем более она всего-то доллар 38. Ну, в общем, за 4 бакса у меня 8 сосисок, 8 булок и консервированная кукуруза. Владельцу золотой карты гастрит от полуфабрикатов не грозит. Он может пообедать в приличном заведении Ковбой Клаб и заказать себе пустынный сет. Вау! Мне здесь накрыли настоящую поляну и принесли блюда из кактуса и змеи. Коктейль из кактуса, щипсы из кактуса, сосиски и змеи. Не, ну честно, меня добило, значит, щипсы из кактуса. Ну, как вообще до такого можно было додуматься? У местных индейцев Навахо выбор был небольшой. В пустыне почти ничего кроме кактусов и гремущих змей не водилось. Поэтому главные блюда аризонской кухни делали из этих двух ингредиентов. Ну, не песок же им есть. Кактусы абсолютно съедобные. Можно съесть все, кроме колючек. Вот такие мелкие полупрозрачные самые опасные. Если их случайно проглотить, они застрянут в горле, оно распухнет и человек может умереть от удушья. Я надеюсь, что это хороший ресторан и они съедали все колючки и не колят этими колючками своих клиентов. Это пломба у меня старая тут зашаталась. Я вам просто покажу сердцевину с вашего разрешения. То есть убираем фритюр и вот остается вот такая вот сердцевина. Визуально это даже похоже на перец. И на самом деле по вкусу это тоже похоже на такой маринованный перец. Он немножко острый, немножко с кислинкой и по консистенции, ну, перец. Только это кактус. Еще один деликатес, которым богат дикий аризонский край – это гремучие змеи. Первые поселенцы называли их угрями пустыни. Вот это сосиски из гремучей змеи. Значит, 72% жертв гремучей змеи – это мужчины. Сейчас я попробую эти сосиски из гремучей змеи и, надеюсь, подпорчим статистику. Очень неприятный вкус. Прям вообще. В этом мясе есть какой-то привкус падали что ли. Ну вот что-то совершенно неприятное и отталкивающее. Надеюсь, лимонад из кактуса спасет ситуацию в моем рту. Очень крутой освежающий напиток. Я думаю, что этот лимонад из кактуса должен быть составляющей какого-то классного барного коктейля. И это будет прям хит. Как же нам с вами чертовски повезло, что у нас есть нормальная курица, картошка, все овощи. И что мы с вами не едим то, что едят аризонцы. Мы с вами счастливые люди. Давайте радоваться. Потому что это такая фигня. В Аризоне с дешевым ночлегом беда. А точнее его вообще не существует. Минимальная стоимость номера в мотеле 70 долларов. Поэтому туристу со ста баксами нужно выкручиваться, арендовать палатку и ночевать в придорожном кемпинге. Ну вот, аренда спальника с палаткой 10 долларов. И за место в кемпинге обычно больше 20 долларов не берут. Вот так я сэкономила 40 баксов. В Аризоне есть достопримечательность, которую на планете Земля не ожидаешь увидеть. Это аризонский кратер или аризонский метеорит. Вы видите это? Когда-то Земля здесь была ровная, но 50 тысяч лет назад в космосе что-то пошло не так. И в аризонскую пустыню врезался инопланетный гость – метеорит. По звездным меркам он был совсем крохотным, всего лишь 45 метров в диаметре и каких-то 300 тысяч тонн в весе. Он врезался в землю на скорости 60 тысяч километров в час. Это очень быстро. В итоге взрыв в 10 мегатонн и вот такая вот дура посреди аризонской пустыни. Чтобы сделать похожий кратер, людям пришлось бы взорвать тут тысячу атомных бомб вроде Хиросимской. Дно этой воронки размером 20 футбольных полей. А если на ее склонах разместить сидения в духе амфитеатра, то в этом стадионе одновременно поместится 2 миллиона человек. Ну как раз хватит на концерт Олега Винника. У этого кратера даже есть хозяин, который открыл здесь музей и хранит кусочек космического тела. Ребята, представляете, эта штука прилетела к нам из космоса. Эта вмятина от метеорита – самое впечатляющее, что я когда-либо видел. В таких местах чувствуешь себя немножко астронавтом и понимаешь, что наша планета – всего лишь маленькая часть огромной галактики. Аризона похожа на слайд-шоу пейзажей. Вот ты сначала едешь по пустыне, потом скалистая местность каньоны, потом снова пустыня и горы со снежными шапками. Откуда здесь снег? Это же пустыня! Аризона – уникальное место на планете. Только здесь за час можно побывать в трех природных измерениях – в жаркой пустыне, в зеленом хвойном лесу. И оказаться на заснеженном горнолыжном курорте – сноубол. Покататься по заснеженным склонам посреди пустыни могут позволить себе только туристы с деньгами. Входной билет – скипас. На один день стоит 90 долларов. Плюс за аренду сноуборда или лыж нужно заплатить еще 40. Ну а я арендовал за 70 долларов новый досиле невиданный девайс для катания. Поехали, сейчас расскажу. Друзья, зрителю на потеху и себе на усложнение жизни я взял не лыжи, не сноуборд, а вот эту вот непонятную фиговину. Называется эта штука ски-байк или снежный велосипед. Здесь есть педали, но они только для красоты, они держат твои ноги. Вместо колес здесь две салазки, напоминающие лыжи. Как управлять этой штукой, я не имею ни малейшего понятия. Как можно поверить, что я час назад ехал посреди пустыни? Аризона, Аризона. Вообще, это просто открытие года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы начинаем тест-драйв лыжи-велика. Ну, то есть снегопеда. Снегосипеда. А, короче, помчали. Я так залюбовался красотами на подъемнике, что вышел на черной горке. Самой высокой и опасной. Ну, Аризона, помоги. Когда рюкзак забит продуктами и разруленно с ночлегом, можно отправляться в парк кактусов Сагуара неподалеку от Феникса. Единственный бюджетный способ передвигаться по Аризоне – это автостоп. Вот говорят, да, американцы дружелюбные, улыбчивые, милые ребята. По сути, так оно и есть, но ни один из этих дружелюбных ребят не хочет взять попутчика. У меня рука устала уже сейчас. Может, мои рыболовные штаны всех отпугивают? Господи, неужели? В 13 минут и наконец-то тачка остановилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, с крутой горки на лыжевелике не то, что нельзя съехать, на него даже залезть не получается. Хорошо, что можно привязать его к ноге, как доску для серфа. А то бы велик укатил вниз. Такими темпами, думаю, к вечеру я спущусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока я мучился со снегопедом, уже и горка закрылась. Уехал последний спасатель. И остановились подъемники. И мне ничего не оставалось делать, как просто взять и поехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главным достоянием, гордостью и достопримечательностью Аризоны является парк Сагуара, где расположены сотни, а то и тысячи кактусов. Но вход туда стоит 5 долларов. И я подумала, зачем мне платить 5 долларов, когда можно просто выйти на трассе и насладиться теми же кактусами бесплатно. Посмотрите, вот так выглядит парк кактусов. А вот так выглядят его бесплатные окрестности. Разницы никакой. А 5 баксов сэкономили. Вот оно, колючее царство кактусов Сагуара. Они главный символ всего американского запада. После ковбоев, конечно. Дорогие друзья, я знаю, как вы любите интересные и занимательные факты с Настюшкой Ивлеевой. И сейчас я хочу вам рассказать один такой интересный факт. Кактусы проживают очень долгую жизнь. В год они вырастают только на 2-3 сантиметра. То есть только представьте, сколько им лет. Например, этому кактусу, похожему на гигантскую сигару, лет 70-80. А вот этому, похожему на человека с поднятыми вверх руками, все 150. Вот эти вот ручки, которые отрастают из основания кактуса, растут только тогда, когда им исполняется 70 лет. Отсюда вывод какой? Кактусы очень-очень-очень старые. Толстая кожа кактусов способна удерживать влагу веками. Из-за огромного количества воды внутри, кактус может весить больше тонны. Если вы надумаете срезать кактус, вам всего лишь дадут 25 лет тюрьмы. На первый взгляд кажется, что кактусы это скучно и неинтересно. Так и есть, пока не начинаешь дурачиться и играть в ковбоя, как в кино про дикий запад. А ты посмотри, мб***ь. Колючки. Это местечко опасно. Стоило мне пройти пару метров, как у моей ноги оказались три кактусные колючки. О чем это говорит? Нужно быть предельно осторожными и иметь при себе хорошее оружие. Когда на смену солнца приходит луна, пустыня из красавицы превращается в смертоносное чудовище. Гремучие змеи выползают из нор на ночную охоту. А к ним подключаются койоты. Пора делать ноги отсюда. Давай-давай-давай-давай-давай, родненький. Не очень-то и хотелось. О, Саня остановился, пошли. Господи, спасибо. Кемпинг – самый популярный вариант ночевки для туристов, которые путешествуют по Аризоне на трейлерах. Их еще называют «дома на колесах». Кемпинг – это безопасная территория без змей и койотов. Тут можно арендовать парковочное место и пользоваться такими удобствами, как душ, прачечное, кафе и бесплатный интернет. Так, 10 баксов ночлег администратора. Нет? Ага, и мест тоже нет. Но я бы не была бы ведущей «Орла и решки», если бы не пошла в нагло и не стала бы искать хоть что-нибудь, потому что я хочу спать и есть. Я зайцем проникла на территорию и абсолютно бесплатно найду себе какое-нибудь местечко и расположусь. Пам! Ты вообще понимаешь, как нам повезло. Друзья, посмотрите сюда. Вся эта территория моя. Дело осталось за малым. Всего лишь в полной темноте нужно собрать палатку. Пустяки. Ну, как сказать пустяки. Это была не палатка, это был спальный мешок. Да? Поли, слишком рано для тебя. Я ставлю на то, что я справлюсь за 5 минут. Так, а что с этим делать? Может достаточно? Как это устанавливается? Тихо. Палатка, палатка. Все? Класс! Я приехал в городок Флэгстафф. Ну, во-первых, потому что отсюда до главной достопримечательности Аризоны просто рукой подать. А во-вторых, потому что этот город находится прямо на легендарной трассе 66. Кто вдруг не знает, Роуд 66 – это одно из первых шоссе в Америке. Оно тянется от Чикаго до Лос-Анджелеса. И американцы гордо называют его главной улицей Америки. Ну, раз уж это самая популярная трасса, то и мажорным отелем здесь быть. Там мотель, нет, мотель не подходит, ребят. Надо что-то, хотел и желательно, чтобы там звезд было не меньше пяти. Короче, так это может продолжаться всю ночь. Так, бест, бест, бест вестерн, бест вестерн, нормально. Самое приличное, что удалось найти на трассе 66 – это трехзвездочный отель Бест Вестерн Пони Солджер. Где самый дорогой номер стоит… 100 баксов. 140, 140. Ощущение, что я где-то в общежитии, знаете, спаренные комнаты. Вау, класс! Шучу, полная фигня. Ребята, вот это подстава, а? В кои-то веки Антон с золотой картой и вот такую вот ерунду подсунули, а? Вздор просто, вздор. Прекрасный вид на темную парковку. Да у нас в программе со 100 долларами иногда живут лучше, чем я сейчас. Оооо, мамма миа! Вот это рассвет. Я думала, с таким ветром уже давно меня отнесло куда-нибудь. Доброе утро, друзья! Я себя чувствую как принцессына Горошина. Правда, у меня вместо гороха триллион камней. На второй день я наконец добрался до самого потрясающего места в Аризоне – Гранд Каньона. Гранд Каньон – это один из самых гигантских каньонов мира. Это целая страна трещин, разломов, скал и речных долин. Чтобы объехать его полностью и рассмотреть со всех сторон, понадобится минимум 10 часов. У меня столько времени нет, поэтому я приехал на смотровую площадку, с которой обещают лучший вид на Каньон. Перед вами восьмое природное чудо света – Большой Каньон. Интересно, кто все это сделал? Да вот же она – скромная речушка Колорадо, которая выточила его в скалах. Как у нее это получилось? Знаете, ей было трудно, но у нее для этого в распоряжении было целых 6 миллионов лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, дорогой. Да, привет. Слушай, очень круто посмотрел, мне реально понравилось. А да есть какие-то активности? Потому что я посмотрел, хочется что-то как-то подвигаться. Хорошо, то будете активно. Что? Скоро узнаешь. Ну давайте. Координаты твои бросите, я подъеду. Да, конечно. Пока. Все, давай. Спасибо. Аризона – это безлюдная пустыня. Она будто бы специально создана, чтобы в ней спрятать какой-нибудь сверхсекретный объект. Я приехала в один очень интересный музей. Хотя это музеем даже язык не повернется назвать. В общем, пошли за мной, сейчас все увидите. В таком музее Орел и Решка еще не чекинилась. Это бывшая военная секретная база, которую построили во времена Холодной войны. Вот смотришь сверху – ничего подозрительного. А под землей спрятана огромная ядерная ракета. В советское время сюда мечтал попасть каждый шпион. А сегодня стратегическое оружие Америки показывают туристам за 10 долларов. Это Ивон Моррис. Раньше она была солдатом американской национальной армии и отвечала за запуск ракеты. А сейчас работает директором музея. Ракета находится в шахте. Не переживай, она деактивирована. Сложно сейчас представить, что под землей находится сложно сочиненная конструкция огромных масштабных размеров. Не пугайся, когда лифт поедет, зазвенит сирена. Это специально, чтобы все слышали, что кто-то спускается под землю. Фу, такое ощущение, как будто бы вкиньмел прямо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Еще 40 лет назад в этом бункере жили солдаты. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Смотри, это аппаратная. Отсюда все контролировалось. 24 часа в сутки здесь дежурили двое офицеров и ждали приказов. У нас было три кнопки с целями, куда должна была лететь ракета с термоядерной боеголовкой. Никто из нас не знал этих точек, потому что все цели были закодированы. Единственный человек в США, который мог давать приказ по управлению ракетой, был президент. И если бы такой приказ поступил, вот как бы это происходило. ЗВОНОК Только что ты услышала секретное послание президента. Наша задача была расшифровать код, скрытый в нем. Потом нужно было открыть красный сейф и достать два ключа. Солдаты должны были повернуть ключи с двух разных позиций синхронно. Отпускай. Только что ты и я запустили процесс, который нельзя было остановить. Вот просто интересно, что мне приготовили продюсеры. Всегда вот эти вот недомолвки меня напрягают, потому что я всегда чувствую какой-то подвох. И обычно этот подвох – это высота. Я вот переживаю чуть-чуть. Так, и что? Как же я сразу не догадался. Ну да-да, узнаю почерк. Хорошо. Вот сволочь, а. Вот сволочь, а. Ничего же мне не сказали, а. Не, на самом деле, молодцы, что не сказали. Я бы переживал больше. Класс! Полетаем с парашютом над Гранд Каньоном. Не каждому дано. Ничего не будет. Все, шоу прекратилось, расходимся. Мне надо в туалет сходить, короче, отстаньте. Знаете, что самое интересное? Я взял с собой одну штуку для Гранд Каньона, но на Гранд Каньоне мне это не понадобилось. Но вот сейчас я понял, что оно мне очень понадобится. Это записное белье. Сухое и чистое. 40 минут нервотрепки, и меня отправили взвешиваться. 152 фунта. Потом показали ознакомительный ролик. Здесь тебе говорят сразу. Все, что сейчас произойдет, может привести к летальному исходу. Ты можешь умереть. Подумай перед тем, как подписывать. Вот просто прямым текстом. Слушайте, а можно я сейчас просто уволюсь? Если ты все-таки решился на прыжок, дают анкету, в которой ты подтверждаешь, что у тебя нет проблем со здоровьем, и в случае смерти организация не несет никакой ответственности. Передайте Ивлеевой, что я ее люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы не успеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, когда мы из нашего направления первого решения, мыformанная команда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Ивон провела меня по коридору, который ведет самый глубокий отсек шахты. Вот она, ракета Титан-2. Друзья, высота этой ракеты семиэтажный дом. Я в шоке. Представляете, какая это махина просто. Представляете, что могло бы быть, если бы она была бы запущена. Все, просто чик и нет города. Она запускалась за 58 секунд и за 30 минут могла пересечь океан. Видишь нос ракеты? Это единственная часть, которая достигает цели. Именно там спрятана водородная бомба. Если бы ракета попала в цель, она бы превратила в радиоактивный пепел 900 квадратных километров. Да это же как пол Москвы! Главной миссией ракеты было не начать третью мировую войну, а предотвратить ее. Если бы такой приказ поступил и была моя осьмина дежурства, да, я бы запустила ракету. Вот этот уже музейный экспонат просто меня переполняет от эмоций. А представляете, сколько по всему миру действующих таких ракет, которые неизвестно где находятся, и неизвестно куда они направлены, и неизвестно будут ли они запущены когда-нибудь. Я очень надеюсь, что такого не случится. Но от этой мысли мне становится безумно страшно и вывод у меня только один. Друзья, давайте жить дружно. Когда тебя начинают пристегивать, страх достигает своего апогея. Чего стоит одна только наклейка на шлеме моего инструктора. Черт возьми, пять тысяч метров над Гранд Каньоном. 30 секунд свободного падения. 30 самых страшных секунд в моей жизни. Поехали! Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, мои уши, ребята, я ничего не слышал. Самая интересная часть начинается именно здесь. Потому что здесь, наконец-то, ветер не так свистит, теперь не набирает полный легкий воздух, а это можно посмотреть, какой же прекрасный вид. Я вижу Красканьон, я вижу моторопорт. Ребята, это невероятно. Аризона похожа на гигантскую детскую площадку. Но смотрите сами. Здесь есть песочница с большими пасочками. Разбросаны ракетки. Есть качельки. Оп! И саночки. Уголок суккулентов. И кружок юных конструкторов. Палатка. Палатка. В общем, приезжайте в Аризону и детей с собой берите. Снимаем быстрее, Артем. Да! Чит и нет города. Это записное белье. Шоу прекратилось, расходимся. Я жив, я жив! Спасибо, Эшли. Вау. Ребята, это было так быстро, что я вообще не понял, что случилось. Ооо, ребята, ну кто сказал, что первый прыжок крутой, я не знаю. Реально, ты шо, 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 открыл, ты можешь улыбнуться, тебе аж прикольно улыбаешься. Закрыл, окей, хорошо, буду улыбаться вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сори, я плохо говорю, потому что у меня вообще все пересохло. Дайте мне воды, кто-нибудь, а лучше в лодке. И последний привет, который я хочу передать, это, конечно же, наши любимые продюсеры. Я здесь, ребят, я жив. Спасибо вам. Кремный кактус. Друзья, не скрою, у меня были мысли спрятать для вас бутылку в Большом каньоне, но, к счастью, я ее передумал, я прячу ее здесь, в Фениксе. Клад ищите в парке Саус Маунтин. Идите по проспекту Саус Сентрал до парковки, поверните направо и топайте 50 метров вверх по извилистой каменистой тропе, пока не увидите панораму города. Сто долларов будут надежно спрятаны под камнем, который больше того, что слева, ну или чуть меньше того, что справа. Удачи. Она вам, судя по всему, понадобится. Интересно, это торнадо или может быть это все-таки смерч или даже ураган? Прикольный дуршлаг, да? Дуршлаг, кстати, об этом я не подумала. Ну как ты, Ивлей? Слушай, Антоха, у меня был такой уикенд, ты просто обзавидуешься. У меня была ракета, у меня были кактусы. Расскажи лучше, как твой уикенд. Друзья, не повторяйте моих ошибок, не приезжайте в Аризону всего лишь на два дня. Здесь нужна минимум неделя, просто минимум, потому что Аризона, Настя, это полный, тотальный, всеобъемлющий восторг. Это невероятная красота, ну правда, честное слово. Ага, я вот тоже так подумала, когда я среди кактусов гуляла, думала, вот бы еще недельку, я бы их прям рассмотрела бы в полной мере. Табличка сарказм, да? Друзья, мы полетели перезагружать в следующий город. Да нет, правда кактусы классные. Слушай, а я вот даже не подумала бы… Ты как-то колючая стала. Я не колючая, я задумчивая, я вот думаю, что это все-таки торнадо.